11 бойцов. Схватки во всех существующих в ММА весовых категориях. Стальная битва 3. Это турнир, которого на Белгородчине ждут все любители смешанных единоборств и зрелищных шоу. 29 июля в Старый Оскол съедутся представители известных клубов версий ММА из Европы и Южной Америки. Им будут противостоять бойцы клуба Александр Невский ОМК. Если дружине Невского нужно будет выбирать капитана, то им без сомнения станет Дмитрий Самойлов, как самый опытный и самый именитый из участников Стальной Битвы 3. Он чемпион мира по боевому самбал, выступает в различных версиях боев смешанного стиля, участник многих международных турниров по ММА. Его рост 184 сантиметра, вес 85 килограммов. За его плечами около 30 схваток на профессиональном ринге. Дмитрий участник всех прошлых турниров Стальная Битва и каждый для него был стимулом в его профессиональной карьере. Рабом подлечил, полгода перерыв был. Сейчас на тех сборах входил в форму, на этих уже в полную силу работаю, вроде пока ничего не беспокоит. Последний год я осенью выступал в Санкт-Петербурге. Это версия ABC. Проиграл решением судей. Так, по сути, в этом году травмы были и практически не выступал больше. Выступление на Стальной Битве – это, прежде всего, соревнования, которые проходят у меня дома, при родных трибунах. И поэтому, если есть возможность, с удовольствием, когда мне предложили поучаствовать, с удовольствием согласился. Перед родственниками, перед родными, близкими выступить. Ну и плюс, как очередной этап, к дальнейшим выступлениям. Гвоздем любого турнира всегда являлись бои супертяжеловесов. В этой номинации команду Александр Невский ОМК представит новый боец – Владимир Дайнека. Его рост – 193 сантиметра, вес – 109 килограмм. Профессиональный рекорд – пять побед и два поражения. С его появлением в Старом Осколе связана целая история. Дело в том, что Владимир, уже выступая в профессиональных турнирах по ММА, готовился к схваткам без тренера, самостоятельно, отталкиваясь от своей боксерской базы и больших амбиций. После армии пошел, посмотрел, как дерутся бойцы смешанного стиля. Там уже была наша звезда Федора Миленко, ну и заинтересовала. Пошел, пришел в зал, спросили, что хочешь. Я говорю, я хочу стать чемпионом мира. Они говорят, а ты что, ну, кто такой-то вообще хочет стать чемпионом мира? Я говорю, ну, пока Вова Дайнека больше, ну, никто. После выступления на турнире ABC, где бился Дмитрий Самойлов и Анатолий Токов, Владимир подошел к тренерам команды Александр Невский ОМК с просьбой поучаствовать в сборах. На самом деле, я напросился. Я пошел к Мечкову Александру Васильевичу со своими секундантами в раздевалке, когда Толян выиграл. Я тоже там дрался, я програл там бой. Чуть-чуть не перетерпел. Я подошел в развалку и говорю, я хочу к вам на сборы. Что мне для этого надо сделать? Александр Васильевич не отказал, дал свой номер телефона. Даже не физические данные, не наработанный самостоятельно опыт, а стремление к развитию и большая работоспособность позволили Владимиру Дайнека остаться в команде и представлять клуб на стальной битве «Три». Артур Астахов уже хорошо известен староскольской публике, так как принимал участие в стальных битвах. Он мастер спорта по самбо, чемпион СФО по боевому самбо 2011-12 годов, призер чемпионата России по K1, обладатель чемпионского пояса Гран-при Pro FC 48, победитель турниров «Битва на Десне» и «Освобождение». Рекорд на профессиональном ринге в боях смешанного стиля – 12 побед и 4 поражения. Его рост – 186 сантиметров, вес – 92 килограмма. Стальная битва «Три» для него – проверка своего боевого состояния после травмы. Сейчас я так понял, что начались нагрузки уже, поэтому нам, как вы сами видели, всем тяжело, тем более еще входим только в ритм, поэтому тяжеловато сейчас. До этого я в связи с травмой не дрался 7 месяцев, рука была сломана, на Pro FC участвовал в конце того года. Выиграл, ну и руку сломал. Вот, все. То есть и выиграл, и сломал руку? Да, в бою сломал. А как получилось, что? Ударил и сломал. Ну, хорошо, что ударил так, что он упал. Вот. А так – повезло. Максим Грабович. Его рост – 176 сантиметров, вес – 76 килограммов. Мастер спорта по боевому самбо, кандидат мастера спорта по греко-римской борьбе, участник межрегионального турнира по боям смешанного стиля «Fight Ride» в Иваново и реалити-шоу «Mix Fighter». После прихода в команду Александр Невский ОМК вышел в ротацию бойцов одной из самых престижных версий боев смешанного стиля «M1 Challenge» и украсил свой рекорд двумя викториями. Сейчас на счету Максима Грабовича 4 победы и одно поражение. Я участвовал в одной стальной битве, я выиграл досрочно, с европейцем дрался. Ну, сейчас будем, вот сейчас готовимся еще к одной стальной битве. Алексей Невзоров тоже хорошо известен староскольской публике. Еще в 2013 году на первом чемпионате Белгородской области по любительскому ММА Алексей Невзоров провел схватку за рамками турнира по правилам профессиональных боев смешанного стиля и одержал блестящую победу. В этом же году в Белгороде на турнире «Освобождение» принес победные баллы команде Александр Невский ОМК. Также Алексей участвовал в стальной битве 1 и 2. Рост 168 сантиметров, вес 66 килограмм. Призер первенства России по боевому самбо 2007, чемпион СФО по боевому самбо 2011, чемпион ПФО по боевому самбо 2012, чемпион М1 Селекшн 2012, бронзовый призер чемпионата России по боевому самбо 2013 года. Профессиональный рекорд 9 побед и 2 поражения. Постоянный участник турниров М1 Челлендж, где в последнем бою потерпел поражение и сейчас стальная битва 3 возможность восстановить свой положительный рекорд. Ну, эти турниры проходят, можно сказать, на родной моей земле. Как бы из-за этого большая ответственность. Хочется не однозначно выиграть, порадовать публику. И еще очень хочется показать достойный, красивый бой, чтобы как бы старостольцы понимали, что мы здесь не зря и хлеб едим. Хочу поздравить всех металлургов с их днем, так как это очень сложная профессия. И, как бы, я думаю, не легче нашей профессии. И тоже очень опасная и очень трудоемкая. Хочу им терпения в их профессии, и чтобы они, как бы, достойно выполняли свой долг. Стальная битва 3 посвящена Дню Металлурга, празднику людей горячей профессии. Смешанными единоборствами способны заниматься только люди со стальным характером. Этим спортсмены сродни металлургам. В нашем сюжете мы рассказали о тех бойцах стальной битвы 3, которые на турнире составят костяк команды Александр Невский ОМК. В следующих программах мы расскажем о тех, кто дебютирует на профессиональном ринге.